Купить сим-карту без паспорта, чтобы никто не узнал, в каком вы регионе, с кем и о чем говорите, сегодня нетрудно. Удобно, быстро, а главное, никаких обязательств, только наличные. Тысячи людей таким способом становятся абонентами-анонимами. В прошлом году Роскомнадзор совместно с МВД конфисковали у населения более 28 тысяч анонимных сим-карт. Сколько таких карт продолжает гулять по России и сколько готовится к реализации, неизвестно. Ясно одно, устойчивый спрос на обезличенную телефонную связь существует, а стало быть, есть и предложение. В преддверии чемпионата Европы по вольной борьбе, который пройдет в городе Каспийске с 30 апреля по 6 мая, Управлением Роскомнадзора по Дагестану совместно с МВД республики проведены рейдовые мероприятия, направленные на пресечение незаконной торговли сим-картами операторов сотовой связи. Сегодня мы совместно с МВД проводим мероприятие по выявлению пресечения точек незаконной реализации сим-карты. Данная задача стоит на контроле у первых лиц государства и актуальна в связи с тем, что при реализации данных сим-карт используются персональные данные совсем посторонних людей. Также в преддверии чемпионата Европы ожидается приезд большой группы иностранных гостей, которые будут смотреть за схватками и, возможно, некоторые из них будут провокационные действия с их стороны. В связи с этим рекомендуем операторам связи усилить работу в данном направлении, провести работу с дилерами, чтобы пресечь любые факты реализации сим-карт без оформления. В ходе совместного мероприятия выявлены две точки, в которых продавцами были реализованы абонентские номера операторов сотовой связи Билайн и Мегафон. В отношении лиц, допустивших нарушения, сотрудниками МВД были составлены протоколы об административных нарушениях по статьям 13.29 и 13.30 КОАП, а проданные с нарушением закона сим-карты изъяты. Также с владельцами точек продаж были проведены профилактические беседы для предупреждения подобных нарушений в будущем. Особое внимание было уделено вопросам продажи абонентских модулей иностранным гражданам, так как в указанный высший период ожидается прибытие большого количества участников и зрителей чемпионата из зарубежных стран. При этом стоит отметить, что подобные рейды проводятся не первый год и благодаря им удалось значительно сократить нелегальную продажу сим-карт.